всем привет сегодня хочу поделиться с вами идеей как можно применить вот такую вот коробку покажу как можно делать украшение из бисера своими руками с помощью вот такой обычной коробки нам понадобится только крышка находим серединку и отмечаем ее ручкой и на противоположной стороне тоже серединку и отмечаем ручкой потом нам нужно от этой серединке проложить несколько таких вот полосочек на расстоянии 2 миллиметра здесь нам тоже поможет линейка отмечайте ручкой по 2 миллиметра и потом эти отметины нужно прорезать на небольшую глубину ну это удобно взять канцелярским ножом или обычным острым ножом глубина где-то в районе пол сантиметра вот так вот ширина таких зазубринок тоже на ваше усмотрение чем шире тем больше возможностей вот таким вот нехитрым способом мы получаем станок для изготовления украшений из бисера теперь нам понадобится плотная нитка у меня вот такая вот по моему титан 100 она называется нейлоновая очень крепкая то есть нужно тоненькая ниточка желательно искусственная которая будет достаточно крепкой мы натягиваем оставляя запас вот такие вот хвостики зависимости от того насколько вам длинное изделие нужно каждую ниточку вот так вправляем в зазубрины которые мы сделали канцелярским ножом через каждые два сантиметра ширина вот таких нитей соответствует самому широкому месту в плетении вот смотрите есть такие схемы в интернете у меня там получается 17 бусин значит я беру на одну нить больше 18 беру то есть если у вас например ширина плетения в самом широком месте 20 бусин то вы берете двадцать одну нить соправляете потом натягиваете хорошенько и вот таким вот способом скотчем обычным любым прозрачным или непрозрачным просто фиксируйте нити в хорошем натяжении так натянули скрутили и зафиксировали скотчем очень удобно нить никуда не девается и потом легко снимать вот я зафиксировала хорошее натяжение я взяла схему 17 бусинами цвет хочу другой будет у меня такой этнический красивый наш национальный орнамент возьму ярко красный белый и черный писар самый обычный дешевые чешский или китайский можно и подороже японский то есть тут принципе не имеет значения насыпаем бисера в какую-то плошечку или тарелочку удобную берем иглу тонкую желательно такой чтобы бусины легко проскальзывали через эту иглу есть специальные бисерные иглы а есть еще длинные бисерные иглы они недорого стоит но ими очень удобно это делать и как всегда все делаю ночью поэтому купить мне пока негде эту иглу а уже очень хочется попробовать я первый раз такую штуку делаю берем край нити оставляем большой хвостик такой приличный и просто завязываем на узелок посредине нашего полотна но таким образом хвостик оставляем мы потом будем вправлять в полотно чтобы все было надежно зафиксировано и теперь нам нужно набрать на иголку первый ряд бусин это будет ряд который соответствует нижнему ряду самой широкой части вот посмотрите здесь перед сужением если у вас есть сужение на схеме которую в интернете найдете вот самый широкий ряд нижний выберете набираете его соответствии схемой продеваете иглу под низ не так вот таким образом и теперь нам нужно эти бусины вправить вверх между нитями чтобы между каждыми двумя ниточками была одна бусинка первый ряд он самый такой неудобный потом будет очень легко но первую надо немножко постараться постаралась вам как-то приблизить мы выталкиваем каждую бисеринку вверх между нитями иголкой сверху опять их собираем получается что мы вот эти вот продольные нити заключаем между двумя горизонтальными нитями которые идут из иголки надеюсь понятно объяснила то есть вы вправляете каждую бусинку между двумя ниточками выталкиваете эти бусинки наверх и проходитесь опять иголкой в противоположном направлении так как я показываю и затягивайте таким образом у вас получается ряд бусин вот подтягивайте сильно затягивать не нужно просто так чтобы нигде нитка не провисала и теперь набираем второй ряд который соответствует схеме снизу вверх и делаем то же самое то есть мы пропускаем иглу вниз бусинки выталкиваем наверх сквозь нити каждая бусинка между двумя нитями ответить и второй ряд уже гораздо проще вы толкнули и сверху опять проходим иглой полностью все бисеринки таким образом мы фиксируем продольные нити между нитями заправленными в иглу вот так набираем получается мы набираем ряд за рядом снизу вверх по схеме самую широкую часть плетения возможно у вас будет плетение вы выберете в интернете например схему какую-то найдете где нет сужения так так делать еще проще нам я хочу сделать с сужением по схеме поэтому у меня начинается ряд не самого начала а с самого широкого места вот таким образом дальше уже все очень легко делается мы набираем вот эту широкую часть вот я вам набрала широкую часть и теперь мы делаем сужением то есть наш рисунок постепенно заостряется для этого мы пропускаем крайние нити вот сначала по одной твою иголочку вниз протягиваете уже не захватывая крайние две нити можно кстати сначала игру про иглу пропустить а потом уже набрать ряд и проталкиваете этот ряд видите у вас получается что вы крайние нити не захватываете вот иглу выводите за пределы этой крайней нити вот таким образом видите она свободная и и и не затрагиваю и опять протягиваете иглу вверх через бусины выталкивая их вот таким образом мы не трогаем крайние нити дальше ряд еще на 2 бусины меньше набираем и теперь уже проводим сквозь не учитывая по 2 нити с краю пропускаем вот таким образом то есть у нас по 2 нити уже остаются не задействованными и фиксируем выталкивая бусины кверху этот ряд фиксируем иглой напоминаю затягиваем достаточно чтобы не было провисание не так но не сильно затягивая чтобы полотно не искажалось и вот так мы делаем постепенно ряд все меньше и меньше а нити сбоку не задействованных все больше и больше с каждой стороны поровну пропущено равное количество нитей вот теперь я уже три нити от оставляю пропущенными видите и протягиваем прелесть такого способа что можно выбрать любые схемы в интернете они бесплатные можно любые цвета сочетания ширину длину это могут быть пояса украшения сережки браслеты вот все что угодно очень красиво получается и просто я вот делаю это первый раз и все отлично получается вот последняя бусинка берем ее фиксируем а если еще в интернете посмотрите украшение которое называется гирдан там вообще просто такое вдохновение получите я вот увидела и сразу себе захотела теперь мы прячем оставшуюся нить для этого мы просто проходим вот таким образом через ряды которые мы уже проплели и прячем туда ниточку можно пройтись буквально несколько рядов вот таким образом мы прячем вглубь плетения нить и она хорошо фиксируется и не распустится вот таким образом можно чуть-чуть все помочь если было короткая то есть и найдете длинную иглу вообще супер удобно и как сюда два ночи не найду их у себя используем все что под рукой обрезайте краешек нити там уже не страшно на не распустится и вот этот вот хвостик я точно таким же образом спрячу в наше плетение можно доходить до конца ряда если вам неудобно вытягивать иглу вас короткой можно в середине ряда например заканчивать задача просто немного пропустите сквозь бусины чтобы она не распускалась и остаток срезать вот таким образом можно так в серединку ряда вытянуть и срезать вот у нас получился нижняя часть и широкая теперь мы заканчиваем верхнюю точно таким же образом завязываем ниточку но теперь уже не на крайнюю а на одну ближе к центру ну потому что мы вот этот ряд сужения мы пропускаем боковые нити поэтому завязываем ее на одну ближе к центру и можно смотреть вот даже если у вас повторяется рисунок можно смотреть не в схему же она ваш ряд идентичной с другой стороны которые мы уже проплели набираем бусины я выбрала простой орнамент они есть и с цветами и с птицами и с животными и с принтами разными какие угодно каких угодно цветов в интернете же время на смотритесь там столько вдохновения но я хочу вот такое украшение наше национальное сделать таким образом пропускаю их повторяю ту же часть сужающиеся что и внизу просто набирают также ряды мне очень нравятся этнические мотивы сейчас это и модно в принципе и красиво и актуально для меня эта техника просто находка не знаю почему там не раньше не попадалось теперь я наверно не знаю наверно не смогу остановиться мне так нравится во первых занятия очень такое медитативное успокаивающее еще и результат очень нравится и при этом несложно прям супер очень рекомендую вам попробовать найти схему в интернете и попробовать сделать для себя что-то необычное красивое прячу остатки нитки опять в ряды вот что получается один такой элемент мы просто убираем скотч когда закончили я решила делать но украшение гердан из нескольких элементов но я не буду в круговое плести а делаю просто отдельные элементы и потом соединю вход смотрите даже можно браслет например те нитки заправить в 8 и другие сделать браслет вот такой вот элемент побольше у меня есть но в итоге их соединила просто бисерными нитями вот таким вот образом сверху и снизу поставила застежку получился у меня чудесный такой гердан эти украшения считаются оберегом очень здорово мне нравится